Всем привет! С вами Денис Доропей, горная секция МФТИ. Сегодня тест крутейшего полотенца для туриста Чака Норриса от компании Микронет. Это, ну или Макнет по-другому, микрофлисовое полотенце, вот на этикеточке Микронет Микрофайбер Тауэл. В чем его преимущество по сравнению с обычными полотенцами? Во-первых, это компактность. Заметьте, в свернутом состоянии оно вот такое, помещается вот в кулак двух рук. По весу оно весит около 30 грамм, а вытереть им можно не только все тело, но еще и голову. И не одного человека, а целой туристической группы. Сейчас я продемонстрирую, как именно это сделать. Трем голову. Вытираем все тело насухо. Впитывает очень классно. Гораздо лучше, чем обычное хлопковое полотенце. Прием волосатые ноги. Все, мы сухие. Сейчас совершенно непонятно, почему это полотенце лучше, чем какое-то другое. Поэтому я решил немножко продемонстрировать. Продемонстрировать следующим образом. Я иду в море вместе с полотенцем. Полотенце море. Полотенце совершенно мокрое. Выкручиваю. Выкручиваю со всей молодецкой силы. Выкручиваю. И полотенце обратно готово к бою. Полотенце продолжает впитывать. То есть можно вытираться даже абсолютно мокрым полотенцем. Таким образом вы вытерлись сами. Быстренько простернули полотенце. И передали его следующему солдату. Заметьте, вот кожа сухая. Отлично вытирает. И волосы тоже сухие. В общем, true. Теперь показываю, что можно отжать. Вот отжимаю, да. Видите, сколько с меня воды опять впитало полотенце. Если оно перестает впитывать, вы просто отжимаете его и продолжаете вытираться. На самом деле, когда я впервые попользовался таким полотенцем, то невероятно проникся его крутизной. Теперь использую не только в туристических походах, но и еще в повседневной жизни, в любых вообще туристических поездках. Когда хожу в бассейн, цена такого полотенца около 600 рублей. У меня вот небольшой размер, эмочка. Бывает полотенце побольше, ну и совсем громадное. Но мне достаточно самого маленького. При этом, как вы видели, я могу полностью вытереться. Вот. В рюкзаке оно практически не занимает места. Сохнет очень быстро. Так что всем рекомендую. В качестве продолжения теста все вы видели, как вообще отлично вытерся мокрым полотенцем там на берегу моря. Теперь дошел до домика. Здесь душ. От соленой воды охота сполоснуться. Ну и полотенце я тоже сполосну. Споласкиваем полотенце. Споласкиваем тело. Можем его использовать даже как мочалку. Теперь еще раз демонстрируем чудо-свойства, полезные любому путешественнику или любителю водных видов спорта. Отжимаем. И вытираемся. Если почувствовали, что полотенце стало мокрым и как-то слабо впитывает влагу с кожи, то еще раз берем, еще раз отжимаем и продолжаем вытираться. Не могу понять, почему это полотенце не продается в телемагазине на диване, потому что оно настолько крутое, круче, чем все те товары, которые там бывают. И, на мой взгляд, как раз пригодилось бы любой домохозяйке. В общем, когда полотенце поизносится, можно его использовать для того, чтобы протирать монитор у компьютера. Это, собственно, такой же микрофлиз, как в любых тряпочках для электронных изделий. Ну, а в повседневной жизни, как я уже говорил, можно им просто вытираться даже дома. Очень удобно ходить в бассейн с таким маленьким, компактным. Ну, а в походе оно позволяет сэкономить кучу места в рюкзаке и лишние граммы. С вами был Денис Доропей, горная секция МФТИ. В общем, очень надеюсь, что этот выпуск кому-то поможет и кто-то начнет использовать правильное полотенце для походов. Подписывайтесь на канал. Пока-пока!